Мы начинаем выпуск с печальной новости. Ушла из жизни Людмила Гурченко, народная артистка СССР, женщина-звезда. Яркая, стремительная и бескомпромиссная, Гурченко не признавала серости и тесных рамок. Её было много, и она тратила себя без остатка. Всегда подтянутая и с улыбкой. Зрители могли видеть слёзы героини-актрисы, но никогда её собственные. Она и ушла как победительница, оставив за собой шлейф-легенд. Ещё вчера Людмила Гурченко была полна творческих планов, готовилась снимать картину в качестве режиссёра. А сегодня муж артистки Сергей Сенин сообщил трагическую новость. Исполнительницы почти сотники, на ролей больше нет. Когда 6 марта актрису выписывали из больницы, казалось, ничего страшного не происходит. Операция на шейке бедра, которую она сломала в феврале, подскользнувшись на улице, прошла успешно. Несмотря на возраст, Людмиле Марковне недавно исполнилось 75, чувствовала она себя нормально и в преддверии женского дня отправилась долечиваться дома. Уже известно, что умерла великая актриса из-за осложнений после хирургического вмешательства. Людмила Марковна была человеком какой-то огромной внутренней силы. Она воплощала всё лучшее, что можно было представить, начиная с эпохи оттепели. Её кинокарьера началась с роли Люси в фильме «Яна Фрида. Дорога правды». Образ этой героини, юная Харьковчанка, воплощала, будучи ещё студенткой в ГИКа. И в том же 56-м году оглушительный успех после своей второй роли – Леночки Крыловой. В карнавальную ночь Эльдара Рязанова Гурченко попала благодаря легендарному режиссёру Ивану Пырьеву. Он разглядел в юной артистке не только красоту, но и большой творческий потенциал. И настоял на её участии в фильме. И не ошибся, без песни «Пять минут» в исполнении Людмилы Гурченко сейчас уже новогодний праздник и не представишь. Бой часов раздастся вскоре, помиритесь те, кто в ссоре. В её кинокопилке 96 фильмов. Большую часть хотя бы раз видел каждый. Но так сложилось, что между самыми запоминающимися её ролями проходит немало лет. Когда Гурченко взялась за роль Веры Нефёдовой в фильме «Вокзал для двоих», ей было уже 47. И тут новая волна признаний и всенародной любви. Язвительная, твёрдая, но при этом любящая и преданная. И героиня и артистка с новой силой завладели сердцами зрителей. Диетическое, пожалуйста, привезите сюда. Диетическое, дайте, пожалуйста, пока вам приготовят диетическое, ваш поезд уйдёт. Какой бы ты ни был, женщина, какая бы ни была сильная, она беззащитна. Она должна иметь защиту. Восьмидесятые вообще выдались для артистки очень удачными. Спустя два года после работы с Рязановым выходит комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби». И тут совершенно иной образ. Раиса Захаровна – жестокая разлучница, которая ничем не гнушается. «16 гуманоидов нашли на месте аварий. Небольшого роста, в среднем метр двадцать, зелёного цвета, бесполые». Людмилу Марковну похоронят или на Новодевичем, или на Ваганьковском кладбище Москвы. В памяти и сердцах людей она навсегда останется иконой отечественного кинематографа и человеком с уникальным многогранным талантом. Юлия Сеферинкина, Владислав Матусов, Пятый канал.